В Нижнем городе трудовой доблести Тагилия следователь МУ МВД завершил расследование и передал в суд материалы уголовного дела о присвоении имущества, заметьте, не о краже, а именно о присвоении имущества группой по сговору в крупном размере работниками гипермаркета «Лента», что на Свердловском шоссе 31А. Перед судом в ближайшее время предстанут пять ленточных работяг. Два приемщика товаров, оператор погрузок, начальник грузовой зоны и водила. Началась раскрутка этой детективной истории с того, что в магазе обнаружилась недостача, причем такая нехилая, на сумму более 900 тысяч рублей. Руководство гипермаркета обратилось в Тагильский АБЭП и полицейские совместно с сотрудниками службы безопасности Торжича просмотрели записи с камер наблюдения и выявили квинтет работников, которые тылили товар из своего же родного магаза. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что по одной и той же схеме с июля по октябрь прошлого года, это пятерка алчных злодеев, которых на зоне, наверное, назвали бы крысами, ибо они крали у своих, более 20 раз незаконно и, как им казалось, незаметно вывозила товар из ленты и распределяла между собой по коммунистическому принципу каждому по потребностям. Ну то есть товар брали, крали не на продажу, а чисто для себя, кому что в хозяйстве требовалось, благо в ленте ассортимент на любой вкус. Злодеи вывозили и продукты, и детское питание, и одежду, и бытовую химию дали по списку. А схема присвоения такова. Будучи работниками маркета, они знали, где установлены видеокамеры и какой кусок пространства они запечатлевают. И злодеи в течение дня с территории склада подтыривали необходимые им товары и прятали их на поддоне за высокой стопкой коробок, так что камера умыкнутого товара не видела. А утром, когда к ленте подъезжал грузовик под разгрузку, пилотируемый их сообщником, злодеи подтыривали товар в заранее подготовленные пустые ящики и вывозили с территории магаза, а потом разбирали, кому что надо. А БЭПовцы зашнуровали этих присвоителей с помощью ОМОНа Росгвардии. Преступники вину свою полностью признали и сообщили, что тырили у своих, чтобы создать денежный запас из зарплаты, не тратя бабло на покупку товара, который можно вынести с работы бесплатно. Прекрасная схема. Следствие вменило четырем злодеям от 28 до 33 лет от роду, работавшим непосредственно в зоне загрузки-разгрузки магазина, 160-ю часть третью УК, присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а это в пиковом случае, до 6 лет зоны. Пятому их подельнику, водителю, вывозившему товар, вменили то же самое, но через 33-ю УК, то есть пособничество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Весь квинтет оставлен на воле под подпиской о невыезде. Ну и в качестве оптимизма сообщается, что часть потыренного товара изъята и возвращена гипермаркету. Ждем решения Фемиды.